МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники проекта. Чебоксарский медицинский колледж, Чувашский государственный университет имени Ульянова, Чебоксарский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Волжский филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Здравствуйте! В эфире реалити-шоу «Отличные студенты». На прошлой неделе мы познакомились с участниками проекта и были свидетелями первого испытания. Ну а сегодня желающих получить звание «Отличный студент» стало больше, и у нас появился еще один участник. Кто же это? Смотрите сами. Антон Смирнов, 19 лет. Студент Волжского филиала Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Считает себя весьма ответственным человеком. Увлекается футболом, волейболом, играет в КВН, любит рыбачить. Поход в лес за грибами и ягодами лучший, по мнению Антона, отдых. В будущем, возможно, пополнит ряды правоохранительных органов в качестве сотрудника ГИБДД или МВД. Жду от проекта. То, что еще не пробовал, наверное, что-то новое, что недоступно в простой жизни. Я хочу победить в этом проекте. Отличные студенты. Потому что я люблю побеждать. Я уверен, что за меня будут болеть толпы девушек. В нашем проекте Антон появился со второго конкурса. А значит, пока он отстает от других участников по баллам. Но совсем скоро у него будет возможность догнать соперников. Для студента из МАДИ мы проведем дополнительное испытание. Каким оно будет, узнаете в следующем выпуске. Стать ловким, увеличить выносливость, избавиться от лишнего веса. Прыжки на батуте в течение пяти минут сжигают столько же калорий, сколько 20-ти минутные занятия на боковой дорожке. Но главное – это удовольствие. Ученые доказали, что прыжки на батуте вырабатывают только эндорфин, гормон счастья. Сколько раз в пять минут получат сегодня участники проекта? И так ли это просто, как кажется, на первый взгляд? Это мы сегодня и выясним. Как получилось? Ребят, сегодня вас ждет второй этап, второе испытание. Каким оно будет, вам расскажет Михаил, инструктор батутного парка «Разгон». Добрый день, ребят. Меня зовут Михаил, как мне уже представили. Сегодня вам предстоит пройти некоторые испытания от батутного парка «Разгон», по итогам которых будет выявлен победитель. Но для начала все посетители у нас проходят разминку. И небольшой инструктаж. Руки вытянули, чтобы никто никого не задевал, стали посвободнее. Теперь руки ставим на пояс и начинаем с головы. Стараемся ушами доставать до плеч. Вправо и влево. Хорошо. Теперь уже подбородком тянемся. Наверх. Каждый спортсмен знает, что разминка – важная часть любой тренировки. И занятия в батутном парке – не исключение. Если вы думаете, что можно просто взять и попрыгать на батутце в течение получаса без какого-либо вреда для здоровья, то вы глубоко заблуждаетесь. Даже если вы всю жизнь занимались спортом и обладаете хорошей подготовкой, вы все равно не будете застрахованы от разного рода растяжений и вывихов во время прыжков. И именно разминка позволяет избежать ненужных травм. Встаем на носочки. Свят. Так. Хорошо и попрыгали немного. Так. Все, отлично. На этом разминка закончена. Теперь подойдите поближе, чтобы все меня хорошо слышали. Самое основное правило – мы прыгаем по одному на батуте. Второе правило – с батут на батут мы по всему залу не перепрыгиваем, чтобы ни с кем не столкнуться случайно. И по поводу прыжков в кубики. То есть прыгаем мы строго по одному в яму. Самое главное – мы вниз головы туда не ныряем, как в воду. И напрямые ноги не приземляемся. То есть разрешается прыгать. На попу, на живот, на спину и пробовать делать сальтовое вращение. Ну и по батутному парку мы передвигаемся исключительно пешком и по обкладке. То есть не по батутам. Разминка у ребят прошла, а сейчас нас ждет первое задание. Итак, первое задание. Миш, что конкретно нужно будет сделать ребятам? Так, ребятам надо будет забить мяч в кольцо. Но не просто забить, а как можно красивее. Так как мы прыгаем на батутах, простора много для мыслей. То есть вот у каждого участника будет по три попытки. И по итогу трех попыток мы уже выберем лучший гол, который забьет кто-нибудь из вас. Михаил, ну и покажите, пожалуйста, нашим участникам, как нужно. Конечно. Ну вот примерно так. Всем понятно, что нужно сделать. Справитесь с задачей. Первым начинается Сятослав, поскольку он победил в прошлом конкурсе. Лави. Поехали. Как ты считаешь, как справился с первым заданием? Все ли получилось? Ну, справился не очень, но хотя бы я попал в кольцо, это уже радует. А что самое сложное? Прыгать, попасть в кольцо или что в этом задании сложного? Оно выглядит очень простым. Выглядит, да, но когда ты встаешь на бату, ты начинаешь прыгать, то вперед улетаешь, то назад, то по бокам мотаешь. Так что сложно вообще оставаться ровно, ну, то есть прыгать дальше. Моя главная ошибка, чисто по привычке, подгибаю ноги при приземлении. Антон, ну что, расскажи, как впечатления от первого этапа? Вообще классные. В батутном парке первый раз, считай. Баскетболом в школе занимался, но это совсем другое. В чем отличие баскетбола на ровной площадке, вот на таких пружинках? Ну, менее устойчивость. Устойчивость меньше намного. Совсем труднее целиться, но зато прыгаешь выше. И все, особенности. Проще забивать тогда или нет? Ну, с одной стороны да, с другой стороны нет. Почему? По-разному, потому что в баскетболе целишься к стену, приседаешь перед погошком, а здесь наоборот прыгаешь. Петь, ну как прошло первое задание? Ну, я с ним не справился. Я старался сделать все-таки лучше, но не получилось. Ты что-то со спортом дружишь? Спортом занимаешься? Да, я со спортом дружу, занимаюсь вольной борьбой, но тут не помогает это. А что здесь должно помочь? Ну, не знаю, все-таки больше гимнастика. Мне понравилось. Прыжки мне понравились. Сложно ли прыгать или вот это легко, как кажется на первый взгляд? Были какие-то трудности, вот что не удалось? Ну, если какие-то трюки выполнять, то это сложно с непривычки, без подготовки. А если и так попрыгать, то это легко. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы победить в этом конкурсе? Ну, вот на этом этапе я имею в виду. Спортивная подготовка. У тебя есть она? Есть. Значит, ты сможешь победить сегодня? Должен. Я вот хотел как бы что-то показать такое, ну, интересное, то есть не банально. Но что-то не получилось забить. И из-за этого вот проиграл. Мне понравилось. Что-то новенькое такое. Прям заставит разуменять кости. Я был уверен, что у меня не получится, я не очень дружу с баскетбоном вообще и прыгаю редко. Ну, здесь у меня все-таки вдохновение какое-то было. Первым этапом ребята справились довольно-таки неплохо, но могли намного лучше. То есть ребята все высокие, спортивные. То есть прыгали они не в полную силу, они могли намного лучше быть. Вот так как мы только распрыгивались, потому что они еще привыкали только к батутам, поэтому им было тяжелее прыгать. Ну что, ребят, по итогу этого испытания лучший бросок был у Никиты. Ты учишься в Чигу, у тебя увлекательная студенческая жизнь, а еще ты дружен со своими одногруппниками и хочешь больше времени проводить вместе? Тогда именно для тебя ежегодно в стенах Чигу имени Ульянова проходит конкурс на лучшую академическую группу университета. И этот год не стал исключением. Цель, самое главное, побудить ребят быть активными и успешными не только в учебе, не только в достижении академических результатов, но и во всех аспектах нашей многогранной жизни и в физкультуре, и в спорте, и в культурно-массовой работе, и, конечно же, в науке. Главное, что формируется команда. 13 факультетов представили своих участников – песни, танцы, КВН. Что только не показывали студенты на творческом этапе конкурса. Кстати, всего этапов было три. В первом оценивались портфолио с достижениями групп, во втором – спортивные победы. Ну а в третьем этапе конкурсанты показывали свои творческие способности. Привет, а где ты учишься? Я учусь в Чубашском, в государственном, в государственном. Слово, я забыл слово. Боже мой, человек забыл слово. Филолог, в зале есть филолог. Может быть, ты филолог, или ты, человек, слово забыл. Помогите. Группа «ФМ-11-14» представителей факультета прикладной математики, физики и информационных технологий, долго не думая, решили представить жюри, сочиненный своими силами гимн ЧВУ, вместе с танцевальной поддержкой. Ее, кстати, придумал и поставил участник нашего проекта Никита Никитин. Я помогал своей группе поставить танец, потому что я в этой сфере не первый раз. Ну, танец, конечно, не очень сложный, но за короткий промежуток времени это единственное, что мы могли добиться. Главная цель конкурса не победа, а объединение конкурсантов. И можно смело сказать, что с этой целью справились все участники. Конкурс называется «Для сплощенности групп». Так у нас и произошло. У нас группа стала более сплощенной, дружной. И много проблем есть, и решали. И, то есть, у нас достижения какие-то новые появились. И пусть в этом году группа факультета прикладной математики, физики и информационных технологий не стала лучшей, их гимн запомнят многие. Второе испытание будет выглядеть так. Вам предстоит изучить на батуте четыре базовых элемента и потом повторить их в связке. Тот, кто сможет повторить эти элементы в связке, побеждает в этом этапе. Вам предстоит изучить следующую комбинацию. Колени, попа, живот и спина. Рот. В исполнении инструктора комбинация выглядит легко. Вот и я попыталась ее повторить. Но оказывается, это не так-то просто. Это страшно. Это страшно, оказывается. Ребятам дали время, чтобы заучить комбинацию упражнений. Сейчас каждый из участников должен показать, чему он научился. Но кто будет первым? Это студенты выясняли, как в детстве на старых добрых кулачках. Есть, есть, есть. Мы вышли. Итак, первым к очередному испытанию приступает Виктор Сидоров, студент чебоксарского филиала «Ранхикс» при президенте России. Встал. Почти еще раз. Ну, когда у нас была подготовка, то есть мы тренировались, у меня все получалось хорошо. То есть мог на первое место планировать. Но, не знаю, может, перенервничал, может, куча такой. Петя, ты готов? Да, готов. Вставай в середину батута. Хорошо. Начинай. О, неплохо. Молодец. У меня получилось два раза всего лишь, а почему третий раз не получилось, я немножко растерялся. Ну, я немножко боялся высоты, и вот из-за этого. Высоты? А не страшно ли упасть, а мы удариться головой, я не знаю, вот маты, которые вокруг? Ну, нет. Администрация позаботилась об этом, и тут кругом батуты, маты. Давай. Встал. Хорошо, молодец. Молодец. Я считаю, что да, я справился с заданием. Не очень сложные упражнения были, ну, хотя инструктор сказал, что достаточно серьезные. Какие у тебя были ошибки по второму этапу? Ошибки? Ну, рак у всех, наверное. Кривые руки, кривые ноги. Не знаю, я считаю, что у меня все получилось. Просто кому-то чуть больше везет. Второй этап. Ты аж вылетел. Почему? Мой энтузиазм был слишком высок. Но я пытался, я пытался и переборщил. Хорошо. Молодец. Второй этап. Как прошел? Комплекс упражнений надо было сделать. Почему? Ну, трудно было, не трудно? Ах, как сказать, ну, не трудно. Не трудно? Ну, может показаться трудно. Так скажу, но если ты преодолеваешь свой страх и все-таки делаешь и прыгаешь, у тебя обязательно это получится. Вся сложность была в том, что эти упражнения надо было повторить друг за другом подряд. То есть по отдельности это упражнение не так сложно сделать. Они все справлялись с этим испытанием. Но вот уже в комплексе упражнений как раз и была вся сложность. И ребятам уже это было тяжелее. Они это сами понимали. Ребят, второй этап прошел. Вы все молодцы. С заданием справились все. Но лучше всех справился кто? Никита. Третье задание будет, пожалуй, самое сложное для вас сегодня. И именно по результатам третьего этапа мы определим победителя сегодняшнего конкурса. Какое будет задание? Так, третий этап будет состоять в том, что вы должны будете показать сальт вперед. Выпрыгивать как можно выше, всегда помогать себе руками, вовремя группироваться и главное не закрывать глаза. Вот главные правила исполнения хорошего сальта. А теперь от теории переходим к практике. Мы встаем на батут, распрыгиваемся повыше, руки поднимаем наверх. То есть вот руки приготовили, прыгнули, сделали мах. Потенциальные отличные студенты сначала учились делать сальто в кубике. Это проще и безопасней. На все про все у них было 10 минут. Мне очень понравилось. Я первый раз в батутном парке. И вообще ощущение нереальное. Все болит, когда идешь по простому полу. Завтра чувствую, я не стану. Какие сложности были? Все ли легко тебе далось? Ну так-то, мне кажется, все легко. Но вот из-за старой травмы не все упражнения получаются делать. Кажется, что инструктор вообще это делает просто так. Как будто он с детства это умеет. Но на самом деле этому надо учиться тоже. Но, как оказалось, нырнуть в кубики – это только часть испытания. Чего стоило участникам вылезти из них? Одно из испытаний – это было вылезти из кубиков. По крайней мере, для тебя. Там барахтался просто очень долго. Почему? А там так прикольно, мягенько. Это как в постельке с утра. Прям не хочется оттуда вылазить. Там, во-первых, глубоко. И я глубже всех занырил туда. Но мне понравилось. У тебя вообще получалось, знаешь, что ты летел и приземлялся как бомбочкой, нырял туда. Почему, как ты думаешь, так получилось? Ну, я думаю… Скажешь у инструктора? Ну, он сказал, что это связано с плаванием. Я раньше прыгал тоже в воду. Но привык прыгать. И, получается, я прыгаю как бомбочкой. А сейчас самое сложное – сальто на батуте. Кто из участников сделает его лучше всех? Сейчас мы это выясним. Ну, а сейчас мы как раз увидим, как это должно выглядеть на самом деле. То есть вот на батуте. Вот это как раз и будет конкурсное задание – сделать правильно на батуте. Миш, скажите, пожалуйста, вам покнуться. Сейчас немножко в яму. Теперь уже будем пробовать делать сальто на батуте. Техника такая же. Руки мы подняли. Распрыгались немного. Прыгнули. Берем группировку. А сейчас начинаем уже само конкурсное соревнование. Ребята, у каждого будет три попытки. Нужно сделать сальто, приземлиться на маты. Приземлиться, ну и встать. Понятна задача всем? Начинаем, Светлослава. Руки. Вот это неожиданно было! Конкурс весьма интересный. На батутах весело попрыгать, несмотря на то, сколько тебе лет. Это как мультики. Они никогда не бывают неактуальны. Светлослав. То есть прыгал тоже неплохо. То есть видно, что он уже прыгал разок. Но еще пока чувствует себя неуверенно на батутах. И немножко побаивается. Это как раз было и заметно больше всего на сальто. Закрепишли результат. Молодец! Два раза стал! Спасибо. Сальто я, честно, в жизни не делал. Не знаю, бомбочку, наверное, не прыгал куда-нибудь в бассейн. А так, не, сальто в жизни не делал. Первый раз в жизни сейчас попробовал. Инструктор вообще молодец. Сам разгон мне очень понравился. Никита молодец. Он победил на всех этапах. То есть и со слэмбомом он хорошо справился, и с комбинацией, и сальто. Из трех попыток он стал в два раза. То есть это показатель очень хороший. То есть сегодня он был на высоте. То есть лучше всех. Прям могу с уверенностью сказать. Как вообще делается сальто? Ты в итоге знаешь теперь? Да. Ну, вообще-то я уже знал до этого, получается. То есть меня учили. И получилось у меня сразу с первого раза. Не как вот у ребят. Нужен прыжок. Потом ноги поджимаешь к себе. Группировка. И получается, когда уже ты наверху, ты сам понимаешь, когда надо раскрываться. И уже раскрываешься и встаешь на ноги. Перекручивается. Перекручивается. Петя, как прошел конкурс для тебя? Ну, я считаю, все-таки неплохо. Я первый раз вообще был в батутном парке разгон. Впечатления вообще прям все положительные. Ну, я делал все, что мне понравилось. Ну, мне просто понравилось. Петя сам, наверное, активный участник. Самый веселый, задорный. То есть любит шутить. Такой активный. Я с ним сразу же познакомился, как он только пришел. Но по технику, да, немножко хуже. Сразу понять тяжело трюки элементов. Потому что он в первый раз прыгает. И ему как раз тяжелее всего, наверное, было, потому что он раньше не пробовал прыгать. Но при том он и от ребят тоже не отставал особо. То есть он пытался, да. Может, не все хорошо получалось, но он пробовал. Это самое важное. То есть он не боялся пробовать. Наш конкурс сегодня подошел к концу. Небольшую работу над ошибками, наверное, проведем вместе. Скажите, в чем были неправы участники. Хочу сказать, что все ребята молодцы. То есть этот этап был самый сложный. То есть трюк тоже довольно-таки сложный. Могут повторить немногие. Ну и, в общем, получается, победитель сегодняшнего этапа нашего проекта самый спортивный участник. И претендент на звание «Отличные студенты» это Никита Никитин, студент Чувашского государственного университета имени Ульянова. Никита, ты победитель второго конкурса. Я тебя с этим поздравляю. Ожидал, что сможешь победить? Ну, честно, не ожидал. Ну, я, наверное, все-таки победил, что у меня... Потому что опыт есть кое-какой. Я сюда каждый выходной примерно хожу. Девушка просто повеселится и все. А тут за один день я научился столько элементов делать. Это просто что-то новое. Рад? Рад, рад, очень рад. Как думаешь, теперь ты сможешь стать отличным студентом? Время покажет. Ну, ты как-то рассчитываешь на это, ставишь цель? Я к этому стремлюсь. Самого спортивного участника проекта мы сегодня определили. А какие еще ждут испытания наших участников, узнаем в следующий раз. А я с вами прощаюсь, но только на неделю. Еще увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова